ПЕСНЯ Да, вот еще по поводу первых лифтавр я забыл сказать. Когда начинается триольное движение после тремолю, это в одиннадцатой цифре, соль-до, 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 может быть тише, а вернее сухше, если есть возможность даже начать более твердыми палочками. На для тенеров же слажьте, слажьте, второе-вторая фраза Шуйского будет тон-ми-бемоль от Волтона. Пожалуйста. ПЕСНЯ 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 Не обижайте старого человека, дайте мне раз дать. Цифра семь. Соло лишить. Слышу странный звук в басу. Седьмая цифра, еще разок, пожалуйста. Два такта до оборкора. Два такта до оборкора. Форте и пьяно. Черное и белое. Горячее, холодное. Ласковое, жестокое. Но не мецофорте и мецофорте. Или контрасти. Два слова в программе, которая играется. Значит, Борис Гордунов, которого мы только что слушали, идет в редакции... В редакции Пауэлл Санчалама, то есть в оригинальной оркестровке Мусоргского. Когда вы ставили спектакль в Большом театре в 65-м году, там была редакция? В Большом театре это дирижер в редакции Римского-Корского. Затем в концертах неоднократно в редакции Шостаковича. В частности, в Канаде несколько лет тому назад в редакции Шостаковича. Недавно в Лоновском театре Ковенгарн, в этой редакции оригинальной, в постановке Тарковского. Замечательный спектакль. И вот сейчас, вот, в концертном исполнении сцену «Коронация» опять-таки в оригинале. Из этих редакций какая-то предпочтительнее, или все они самоценны? Я думаю, что лучше редакция от редакции Шостаковича. Но если мы вспомним, что она базируется на оригинале, то есть на партитуре Мусоргского со всем богатством ритма, гармонии и необычайно модерного, так сказать, мышления для того времени, я думаю, что редакция Шостаковича оптимальна. Редакция Римского-Корского стоит у меня на последнем месте, но ее играют чаще всего. Я прочла, что когда-то вы играли картинки с выставки, переложения в оркестровке Стаковского, я никогда не слышал этой вещи. Это да, в оркестровке. Однажды, да? Да, в Москве, тоже много лет тому назад. Но вообще оркестровых версий картинок в Советске очень много. Сейчас вот появилась недавно, напечатана недавно в Финляндии версия финского дирижера Лео Фунтака, есть версии, сделанные Владимира Машкенази. Ну, в общем, версии 10 существует. Хотя продолжают играть, естественно, в большинстве своем версии Равеля. Это была версия, но она не исчерпывает всего. Я очень сожалею, что Дмитрий Шостакович не сделал версию картинок в Советске. Думаю, что тоже было бы лучше. Вы часто наезжаете в Россию? Да, я бываю 4-5 раз в году. Это бывают и творческие поездки, и... Я преподаю в Московской консерватории, поэтому я приезжаю заниматься студентами в обязательном порядке на экзаменационной сессии, на выпускных экзаменах и на вступительных. Студент пошел более талантливее, чем раньше, или как вы считаете? Нет, я бы не сказал, а то, к сожалению. Нет, нет, все труднее и труднее найти кандидатуру, которую стоило бы обучать. Только в один знак. И дальше, когда фигура, там громче. Олегру, отбитаться, сырой. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И на эту запись написал, что мне очень удалась роль Сталина. Почему-то, да. Геннадий Николаевич, а Вы просто читали текст, а текст как бы бывал сам собой? Так, как написано у Прокофьева на фоне оркестра и хора. А Прокофьев, как Вы полагаете, он всерьез относился к этому тексту? Как это можно понять, из контекста всего произведения в целом? Я думаю, что он всерьез относился к этому тексту. Хотя, возможно, было какое-то ощущение необходимости создания. Потому что в контакте написано тексты Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. В свое время она была исполнена в Москве после 20 с лишним лет нахождения в Западе. Премьера с опознанием на 20 лет. Не больше, под управлением Кирилла Петровича Кондрашина. Но тогда был копирован 9 номер, который назывался «Клятва Сталина». В то время имя Сталина было неудобово. Теперь, наконец, вот так сложились обстоятельства, что все... Теперь это сочинение записано от начала до конца. Я думаю, что это большой исторический факт и культурный тема. Безусловно, безусловно. Хотя некоторые люди говорят, что неприятно слушать контраты написанных текстов этих авторов. Но я не согласен с этим. Конечно, это исторически. Невозможно зачеркнуть и не нужно переделывать. Замечательный, Прокофьев, получился у вас. Вы упомянули имя Кондрашина. У нас была такая... В прошлом сезоне была такая неделя памяти Кирилла Кондрашина. А я, как слушатель 70-х годов, помню вот то счастливое время в Москве музыкальной, когда было три замечательных оркестра и три бережёра. Вот сейчас Кондрашина нет. Рождественский в Гёте-Борге. А в Токгольме написано Гёте-Боргского оркестра у нас на афише. О, какая путаница. Я смотрела, где этот Гёте-Борг? Елена Слева. Это, да, на противоположной стороне. А, вот как. Значит, и вот что-то вы можете сказать о фигуре вот такой, как Светланов? Ну, это очень большой мастер, мой коллега. Я отношусь к нему с достаточно уважением. Его интерпретация Чайковского, вот как уполагается, вот я тоже не имею ничего против Светланова, но мне кажется, что его Чайковский, он как бы остался единственным для нас таким эталонным исполнением. Мне думать, что вообще невозможно говорить об эталонных исполнениях Чайковского. И чем больше разнообразного подхода к его творчеству, тем лучше. Апошля переворота пиццикату. Апошля переворота пиццикату. Эээ, что это такое вот листе со темпо? Скольки? Да, и у меня тут что такое сегодня? Пожалуйста. Двадцать один листе со темпо. Двадцать один листе со темпо. Двадцать один листе со темпо. Двадцать один лист со темпо. Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Третий такт. Три, ну, вторая половина такта. Две восьмые. Чуть. Просто опять-таки ощутить и получить. Да. Два. Два. Три. Продолжение следует. 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 В результате я играл торжественное место в виде исключения от без праздничного кюля. Я думаю, что вот не у всех такой счастливый характер. 70-й год. Произведение щедрена Ленина сердца народным солист Казыкина. Что это за произведение? Она имеет такой же исторический текст, как вот Контата Прокофьева, о котором вы говорили? По воспоминаниям людей, которые знали Ленина. Произведение не исполнялось с тех пор? Оно записано на пластинке мною. И в то время оно игралось довольно часто. Его ценности, на ваш взгляд? Мускальная ценность большая. У щедрина это одно из лучших произведений. Вы вообще тесно сотрудничаете с щедриной в частности? Сейчас не очень, поскольку тоже нас раскидало по разным городам и весям. Щедрин живет в Испании, в Германии. Я живу в России, в Швеции, где хотите. Вы всегда были первооткрывателем. Вы все открыли, что хотели? Или кое-что осталось еще? К счастью, осталось. Много? Это и работа в библиотеках, и... Это нехерпаемое поле. Вам это очень нравилось всегда? А сейчас достаточно времени для этого у вас? Время есть. Вот в частности, я сейчас закончил работу над Суитой по музыке Шнитке к фильму «Мертвые души». На материале киномузыки. Вот только что закончил противоположную. Но в Западе она неизвестна? Если известен фильм, то известна. Но так сказать... Я думаю, что фильм... Не знаю, я не знаю. Но я буду играть ее в концертах. Сейчас я буду записывать в Стокгольме роман Собородина в оркестровках Санкт-Петербурга Глазунова. До сих пор это пока что... Исполнялась вообще? Исполнялась до революции. Скажите, пожалуйста, в своей репертуарной политике вы свободнее в качестве вот дирижера стокгольмского оркестра, чем здесь? Или какие-то там тоже есть свои ограничения? Нет, ограничений нет никаких. Но если в свое время, можно было сказать... Я в Стокгольме работал еще 4 года. Лет 8 тому назад я проработал 4 сезона в Стокгольме. Потом был перерыв. Сейчас я опять там работаю. Оркестр стал другим за это время? Ну, естественно, люди меняются. Составы меняются. Но если тогда были значительные ограничения здесь, поэтому я мог играть там, то что я не мог играть здесь, то теперь такого нет. С точки зрения репертуара я могу играть здесь все, что угодно. И никаких финансовых ограничений, и там приглашение коллектива, больших исполнительских? Где? Я имею в виду в Швеции. Нет. 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 Хотя сказать, что это и финансовые... Условия финансовые идеальны тоже нельзя. За это надо все время бороться. В Стокгольме 2 года назад прошел большой фестиваль из 12 концертов симфонических, посвященных творчеству Альфреда Шнитке. 12 концертов по разным программам с полным аршивом. Практически все творчество было. Да, практически все. Да, да. Мода в искусстве это плохо или хорошо? И плохо, и хорошо. Это есть и стимулятор, и в тот же время это показатель вкуса меди, так сказать, что не очень хорошо. Вы когда-то следовали в своей практике требованиям? Ну, не будем говорить моды. Ну, вот просто произведение играбельное, а другой менее играбельное. Вот так вот. Нет, это меня не интересовало никогда. Я всегда играл то, что меня интересовало. Руслан, давайте сыграем. Давайте сыграем Руслан. Это ведь тоже в два оркестра идет. А кто его знает, я уже не знаю. Ну, ладно, сыграем, Руслан, пожалуйста. Да. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это другая психика у людей. В Европе это не так. Европа прошла через многое не так. Но тоже, конечно, это не так просто. И отношение к тому же Чайковскому другое. И привычка воспринимать Чайковского, прежде всего, через сантимент и через, так сказать, детали его биографии, всем известные и так далее. Это заслоняет часто суть музыки. А среди зарубежных интерпретторов Чайковского есть достойное внимание? Очень мало. На мой взгляд, очень мало. Хотя он популярен, вероятно. Вот тоже какая-то загадка. Да, а вот как можно объяснить популярность, скажем, того же Чайковского в Японии? Неслыханная популярность. Японцы любят мелодическую музыку, может быть. Ну, а что же, у Рахманова нет мелодии? Тоже есть. Но когда говоришь Чайковский, это... Играет музыка. Кажется, парадокс. Чтобы так прозвучала русская классика в российской глубинке, понадобился приезд дирижера аж из Стокгольма. Такие теперь времена. Крупнейший русский дирижер живет в Швеции, у него там свой оркестр. Геннадий Николаевич Рождественский фигура абсолютно легендарная. Факты его творческой биографии воспринимаются уже как бы через дымку преданий. Студентов мотератории он продирижировал в Большом театре балетом «Щелкунчик». Ему было тогда 19 лет. Впервые за всю историю Большого театра за его пульт встал такой молодой дирижер. Дипломным спектаклем Рождественского была Золушка Прокофьева с участием Плесецкой. К этому времени он уже был дирижером Первого театра страны, а 65-го года его главным дирижером. Список его заслуг перед русской музыкой, перед музыкой вообще, не скончаем. Не написано, конечно, не написано, привет, это вертик-девик. Ну, вот, да. А, да, да. А ведь это, так сказать, душа просит. А зачем ее следствовать? Имей в виду душ. Еще раз. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Хорошо. Два такта за первой. Два такта за первой. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Вызвать музыкантов, чувствуя, что они находятся не на службе, а на службе с большой буквы. Скажем так, наш репетиционный процесс, он, мне кажется, нисколько не менее важен, чем само исполнение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Десятая цифра, будьте добры. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Вы колокол уже. Когда закончилась вся свита, колокол Фа, шесть ударов, я не считаю. Ну, с таким ретинутом скажем. Раз, два, по ощущениям. Три, четыре, все расширяется. Пять, шесть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Вы попадете на Ребикарсольдикам Вам Ребикарсольдикам Не- не, на такт раньше Ну вот он Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять ДимаTorzok ДимаTorzok ДмаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да да и там это 12 так это сульмажорная последование до 12 1 2 честно вот так это как отдача может вас цифры 33 33 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...